Здравствуйте, друзья! И вот, наконец-то мы добрались, добрались до Актур-парка. В одном из своих роликов я говорил о том, что мы в какой-то момент времени посетим этот парк и посмотрим, что в нем есть интересного. И вот мы, наконец-то, дошли до него. Сейчас мы купим билет, а перед этим мы вам покажем цены на каждый из аттракционов, также правила о карте и насколько можно пополнить балансы, какие будут бонусы. Сейчас мы купим карту и встретимся уже там. Итак, подойдя к стене с расценками этого парка, можно увидеть, что большинство аттракционов стоит 10 турецких лир. Да, есть и дороже, но разница несущественна. И в целом, цены на каждый из аттракционов нам показались вполне приемлемыми. Далее мы проходим мимо вывески о 14 рекомендациях безопасного нахождения в парке и необходимая информация о депозитной карте этого лунопарка. Можете поставить на паузу и более подробно ознакомиться. А также рядом написаны суммы пополнений и бонусы, которые вы получите при пополнении баланса карты. Итак, мы приобрели карту. Стоит она 2 лиры. Выглядит вот так. Стоимость карты по возвращению вам вернут обратно. Там же, в том же окне, можно и пополнить баланс карты. Пополнить баланс можно в зависимости от того, на каких аттракционах вы будете кататься и сколько времени там будете проводить. Все расценки вы видели своими глазами, мы их вам показывали наглядно. А теперь давайте же посмотрим, какие здесь есть аттракционы и что здесь вообще есть интересного. Пока мы осматриваем аттракционы, находящиеся в этом парке, поговорим немного об истории этого места. История популярного парка развлечения Актур Парк, который является достопримечательностью Анталии, начинается в далеком 1986 году, когда в эгейском регионе Маниса, Туртуглу, был основан передвижной лунопарк Актур. Его организаторы переезжали со своими аттракционами в те городки, где проводились ярмарки и фестивали. Через некоторое время в нескольких турецких городах появились постоянные лунопарки. В Анталии парк с курселями и американскими горками открыли в 1991 году. Через 6 лет после этого он был расширен. На данный момент парк предлагает своим гостям более 40 различных аттракционов. Парк развлечений расположен напротив большого торгового комплекса «Миграс». В парке найдется чем заняться и взрослым, и детям. Для малышей работают красочные и забавные карусели. Некоторые из них пока еще недоступны в связи с нашим ранним приходом в этот парк. Но к туристическому сезону ассортимент рабочих каруселей должен расшириться. После катания на каруселях можно посетить комнату страха, подняться с родителями на высоком колесе обозрения, найти все фигурки персонажей старинных легенд, которые установлены в лунопарке. Но о них мы поговорим немного позже. Если говорить о том, нравится ли это место другим людям, то с уверенностью могу сказать, что да. Так как во время монтажа этого видео я просмотрел большое количество разных сайтов с отзывами об этом месте, и они там имели оценку в 4,5 балла. Даже в программе Google карты это место имеет оценку в 4,3 балла и почти 10 тысяч отзывов, в которых говорится, что это довольно интересный парк развлечений для детей и взрослых, с довольно приятными ценами. Ну а каков же режим работы этого места? С понедельника по пятницу Актур Парк работает с 14.00 до 12.00. С субботы по воскресенье с часу дня до 12.00 вечера. Сам по себе вход бесплатен. Просто пройти и прогуляться по этому парку можно без каких-либо проблем. Ну а если появится желание прокатиться на каком-либо из аттракционов, лучшее время для посещения такого места, и это перед разгаром туристического сезона. Так как с прилетом туристов вырастет очередь на каждый из аттракционов. Но зато скорее всего будет их большой выбор. Но на данный момент все взрослые аттракционы находятся в рабочем состоянии и каждый день пользуются спросом у людей. Придя сюда в любой день в рабочее время, можно без проблем прокатиться на любом из доступных аттракционов. Так как не обязательно ожидать полного набора посетителей на аттракцион. Их без проблем запускают и с одним человеком. На входе в каждый аттракцион висит табличка с его стоимостью. А для того, чтобы пользоваться им, нужно всего лишь приложить депозитную карту к турникету. На турникете есть специально отмеченное место. Ничего сложного. Приложил, увидел, что загорел зеленая стрелка и проходишь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы очень удивились, когда увидели в этом парке мини-зоопарк, а точнее небольшой загон, где находились павлины. Мы раньше не встречали таких животных, так что с удовольствием понаблюдали за ними некоторое время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если же говорить об самих аттракционах, то помимо обычных каруселей здесь также присутствует водная горка, которая в данный момент не работает, потому что еще не наладилась температура на улице и нет нужного количества посетителей. И есть небольшой бассейн, в котором можно поплавать на лодочках, но он тоже пока не работает по тем же причинам. Все аттракционы я бы поделил на несколько типов. Обычные карусели, которые часто встречаются во многих парках развлечений. Также еще есть и тир. Картинг. Здесь он поделен на две зоны детской и взрослой. Там люди ездят по треку на бензиновых машинках. Это довольно весело и увлекательно. Бассейн, о котором я уже говорил, и водная горка. Также есть довольно веселые бамперные машинки, или же как их по-другому называют автодром. На них люди веселятся, сталкиваясь друг с другом без ущерба для себя и машинок. Продолжение следует... 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 А если посмотреть в сторону от них, то там есть небольшой зеленый островок с фигурками фламинго. Это выглядит довольно интересно. Давайте сейчас подойдем и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы с вами посмотрели парк аттракционов «Сердце Анталии». Как мы могли наблюдать, цены на аттракционы здесь довольно приемлемые. Как-нибудь мы вернемся в этот парк вечером, чтобы показать вам его красоту, как здесь аттракционы мигают огнями и все светится. Ну, а на этом мы заканчиваем это видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях. Мы всегда открыты к общению. А так, до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok